Описание представленных томограмм пациентки 1980 года рождения от 21.06.2019. Область исследования. КТ орган в грудной клетке и легких. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии МСКТ с использованной реконструкцией в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях по строениям трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Справа в C2-C4 единичные кальцификаты по 2 мм. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани сохранена. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, но в образовании в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий справа 24 мм, слева 21 мм. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В желчном пузыре множественные конкременты диаметром до 12 мм, плотностью до плюс 350 мм по Хансфилду. Заключение. КТ-картина тенденции к формированию легочной гипертензии, ЖКБ. Данных за наличие значимых фиброзных изменений легких не получено. Рекомендована консультация кардиолога-хирурга. Комментарий врача-рентгенолога к МСКТ органов грудной клетки. Фиброза в легких у вас нет, но есть признаки венозного застоя в легких. Из-за этого может быть чувство нехватки воздуха, особенно при нагрузке. Нужна консультация кардиолога. Продолжение следует...